всем привет и слава украине передача новости с кавказа продолжает свою работу с вами я гелла васадзе и сегодня у нас традиционный эфир с хорошо знакомым и любимым нами давидом эйдерманом приветствую рад тебя очень видеть здравствуйте нашего эфира я хочу сказать что мы записываемся 8 марта я поздравляю всех женщин которые нас слушают прежде всего конечно женщин кавказа но не только должна слушать не только на кавказе а с праздником международным днем солидарности женщин международный день женщин вот я огромного количества 22 оскорбления сразу и международная то есть глобальная и женщина вот но я поздравляю и в конце программы в зависимости от того сколько времени останется я вот тут договорился с геллой получил у него разрешение почитать свои стихи что я никогда вообще никогда а в эфире не делал поэтому начало время останется время останется обязательно по всем вопросам и чтобы у нас хватило даже если его не останется но она все равно останется и но мы-то начинаем не с розы люксембург и клары цеткин и с 8 марта мы начинаем с того что в баку приехал мишустин мы его мишустин уже наверное каяться ну смотри про мишустина чтобы не конкурировать софикам потому что я тут это не могу конкурировать кстати секунду 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 значит анонсируем что на следующей неделе ну там уж как вы договоримся как они договорятся между собой как я договорюсь с ними вас ждет сюрприз сюрприз следующий скажем так ну дискуссия разговор стофика за фугарова и давида эйдельмана на тему тема тоже понятно нет уже предложена тема хорошо тему мы оставим пока спорить этот заочно с точником тем более что на следующей неделе у меня будет такая возможность соревноваться с ним я просто хочу сказать понятное дело что это визит что это никакая не вне какой-нибудь прорывное мероприятие это встреча премьеров осадова и мишустина по итогам которой было подписан план мероприятий по развитию кпп на азербайджанско-российской границе дорожная карта по развитию туризма между странами и прочее 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 если брать глобально глобальным то вот азербайджан и армения это очень интересная такая вещь азербайджан он для россии что как бы сказать самая наша из не наших стран вот есть страны которые точно не наши они не вошли ни в один блок ни в другой блок и далее они не наши но самая такая дружественная из не наших стран для россии азербайджан а это это не обидится что узбеки не обидится с узбеками то там тоже бывает это взаимные заявления взаимные упреки оскорбление и так далее но вот азербайджан это самое это наши из не наших из не подконтрольных и так далее а вот армения это самое что называется не наши из наших хотя армения абсолютно абсолютно я повторяю подконтрольной россии чтобы она это не делали тут мы переходим к следующей теме это ереванский аэропорт я вот заметил вчера такую новость что глава но очередную новость про ереванский аэропорт что глава мид армении мир заен сейчас я повторяю сейчас а вот 7 марта заявил что мы можем самостоятельно охранять границу в ереванском аэропорту чего через 33 года независимости армении вот он сейчас говорит что мы можем самостоятельно и он его цитата такая самого начала присутствия российских пограничных было в качестве поддержки армянскому государства до тех пор пока армения будет в этом нуждаться и пока она не сможет самостоятельно контролировать сейчас появилась институциальные возможности самостоятельно нести программ службу великованском аэропорту то есть я прошу прощения то есть за 33 года независимости армении армении не было возможности контролировать собственный аэропорт повторяю не границу с азербайджаном не границу с турции там тоже есть и там и там российские пограничники контролируют границы не было но сейчас сейчас так вот и там и там ссоре есть сегодня российские пограничники контролируют 5 районов 5 точек это граница с ираном граница с турцией граница с азербайджаном и это там граница с грузией и аэропорт внутри еллана мы вдруг сейчас выясняют а ребята а это вот а вы уверены что это суверенная страна если она до сих пор не могла сама контролировать собственный аэропорт у тебя в программе эльдар намазов рассказывал историк про значок пограничников когда этот решили что все страны снг должны носить это общее это значок типа пограничник таможенник снг не только своей страны форму но и таможенник снг и когда этот руководитель погранслужбы азербайджана решил на это согласиться вызвал гейдар аллеев и вставил ему по первое число и и пойми вот этот значок если ты его цепишь на форму это отказ от суверенитета это отказ от независимости и гейдара алиева это было понятно пограничник отвечал гейдар аллеева но значок он же такой маленький и красивый маленький красивый ничего не нацепить лагидара алиева не по было понятно нельзя нацепить этот значок это отказ от независимости. Это отказ от суверенитета. Для Армении это было непонятно раньше. Но вопрос, а что сейчас? Я послушал Мирзояна. Я послушал Григоряна, руководителя Совета Безопасности. Я задал только один вопрос. А дату назначили? Ну, с какого числа российские пограничники не будут контролировать? Не, они говорят об этом уже последние недели. Вопрос. А Россия об этом знает? Не, в этом отношении, я прошу прощения, я больше верю России, которая устами алкоголички Маши Захаровой заявила, что Москва не получила от армянских властей. Никаких обращений в связи с выводом российских пограничников из-за Ивановского аэропорта. Никаких обращений. Это вроде заявления о том, что они окончательно разрывают с России, но военная база останется до 44-го года. Так как же они разрывают? Вопрос, насколько они вообще готовы рвать? Министр финансов Армения Аванесян на днях заявил, что для Еревана рискованно выходить из Евразийского экономического союза. Почему? Потому что вывод из ЕАЭС и Бразильского экономического союза будет рискованным для Армении рискованным. Будет рискованным для Армении, так как она экономически полностью зависит от Российской Федерации. Вот прямое я цитирую. У нас достаточно большая зависимость от Российской Федерации по различным направлениям. Экспорту, импорту, энергетике и дальше идет перечисление. То есть фактически это предаток. Не просто предаток. Это предаток, у которого даже аэропорт контролируется российские пограничники. И Армения говорит, вот мы сделали очередной шаг. Какой шаг вы сделали? Шаг вы сделаете в тот момент, когда они перестанут вас контролировать. Для начала назначьте дату. Дату назначьте, чтобы к вам хотя бы минимально серьезно тратить. Армения даже дату не назначила. Я вообще не представляю, как государство может называть себя независимым, отдав фактически все функции независимого государства кому-то. Можно сказать? Пожалуйста. В данном случае давай будем справедливыми. Каждое государство выстраивает свою систему безопасности. Тем более компактные страны, малые страны, такие как Армения. Система безопасности в Армении как минимум два враждебных государства с востока и запада. Оно есть. Причем изначально с момента создания самой Армении. Что ты будешь делать с этим ветром? Так вот. До недавнего времени, а времени до недавнего совсем времени была такая ситуация, что Россия вполне обеспечила не просто сонят безопасность Армении, но и контроль Армении над значительной частью территории соседей страны. А добра добра не ищут как говорится. Значительной суверенной территории чужой страны. То есть Россия помогала Армении осуществлять оккупацию. Естественно без этого было невозможно. Без России это было невозможно. От добра добра не ищут как говорится. Зачем Армении было еще что-нибудь делать? Сегодня Россия не в состоянии этого сделать. Более того есть вопросы в состоянии ли Россия обеспечить вообще безопасность Армении. Поэтому сегодня соответственно необходимо принимать меры и выстраивать новую конструкцию безопасности. Но кто тебе сказал что в этой конструкции безопасности не должна быть Россия? Она там будет. Армения не сказала что они отказываются от услуг России. Армения вредит. Но Армения врет. я не могу иметь. они отказываются в звартнотце. Это девушка которая лежит в постели между Россией. А какой девушке ты говоришь? И в этот момент она говорит что Армения выражает два человека это премьер-министр и это министр иностранных дел. Есть заявление премьер-министра и министра иностранных дел о том что они отказываются. Нет есть заявление прямо противоположное премьер-министра и министра иностранных дел о том что в ЕС мы остаемся в Гюмри база остается. По ограничениям ФСБ России на турецкой и ирадской границе тоже ничего нет заявлений. Так кто с чего ты взял что Россия не будет элементом безопасности Армении? Они даже не дали дату когда они хотят отказаться от российских пунктов. Смотри они играют сейчас я не хочу много про Армению честно говоря есть другие интересные темы это я просто указываю на одну вещь они играют в очень опасную игру опасность этой игры заключается в том что они будучи полностью контролируемой Россией понятное дело что это выстраивалось из-за Карабаха Россия продавила Армению полностью и в экономике и в безопасности и во всех остальных вещах они просто это делают заявления которые им вроде бы должны получить из-за этого другую крышу но вот самое интересное по Армении было я не знаю если кто-то обсуждение британскими парламентариями на этой неделе где британские парламентарии в том числе Кемерон говорил там и выступали этот парламентарий они говорили одну очень интересную вещь что для того чтобы помочь Армении войти в НАТО войти в европейскую силу и так далее надо взаимодействовать с Азербайджаном вот именно вопрос по поводу недружественных государств начало отказа Армении от контроля Российской Федерации от контроля Российской Федерации начинается с того что Армения должна закрыть мирный договор с Азербайджаном это одновременно будет мирный договор с Турцией с этого момента Армения может обеспечить независимость от Российской Федерации до этого момента Армения очень рискует если бы сейчас не шла война в Украине то я думаю в Армении был бы переворот осуществляемый при помощи российских поисков ну вот ты ответил на свой вопрос почему оно так поэтому для того чтобы пулать шаг нужно решить что одна нога переставляется меняется и так далее нужно двигаться а это я снова говорю ты скажешь позиция Армении Армении не позиция Армении позор между Россией и Ираном ну кстати Иран тоже элемент безопасности Армении и кто же ей доктор Пуслет пошли дальше это мы по-моему обещали обсудить еще и речь в Конгрессе мы обещали обсудить обсудить речь в Конгрессе речь по значит ну вот блестящим агрессивная напористая в общем то такое что мы давно в Америке не слышали от демократов и привыкли слышать только от демократов если взять главное что в этой речь есть я не прогнусь мы не прогнемся мы не бросим союзников это главное и это месседж не только американцам это еще и послание президенту путину и что гораздо важнее для байдена это ответ трампу в этой речи байден говорит мой предшественник бывший президент республиканец говорил путину что тот может делать что ему заблагорассудится я считаю что это возмутительно это опасно это неприемлемо что имеется ввиду это заявление трампа что вот ему сказали что вот если кто-то не будет доплачивать в нато а на него нападет Путин то Трамп сказал а если так то пусть Путин делает с ними что угодно мы даже это передадим Путину что он может делать с ними все что и поэтому Байден начинает свое обращение с войны в Украине проведя параллели между нынешней ситуацией и речью президента Франклина в январе 41 года Франклина речи президента в январе 41 года и вот целью Рузвельта тогда было побудить Конгресс и предупредить американский народ что это необычный момент в истории и Байден говорит что сегодня моя цель в этом же понятное дело что ему легче было бы сказать про январь уже 42 но январь 42 это после Бирла Хаббара после начала нападения Гитлера на Советский Союз и так далее а он говорит именно про 41 год почему он говорит про 41 год тогда Америка поддерживала только одну Британию которая оказывалась ну просто в ситуации когда она сама не могла себя защитить и когда вот это знаменитое выступление Черчилля это мы будем сражаться на море мы будем сражаться у него это было в конце отключился когда уже отключили микрофон мы будем бросать них бутылками потому что оружия у нас нет понятное дело что вот в этот момент что в этот момент Британия абсолютно была зависима от Соединенных Штатов Америки и именно в этот момент вот Рузвельт сказал что мы это то что от нас требуется и Байден идет и говорит о том что сейчас такое же положение он говорит мы должны противостоять Путину если Соединенные Штаты сейчас уйдут Украина не просто окажется в опасности Европа окажется в опасности свободный мир окажется в опасности да он говорит про Украину очень важная вещь он говорит но Украина может остановить Путин если мы ее поддержим если мы предоставим оружие которое необходимо Украине для самозащиты то это все о чем просит Украина говорит очень важный для американцев месседж они не просят посылки туда американских солдат потому что то больше чего боятся американцы что в Украину надо будет посылать американских солдат которые должны будут за нее воевать они не просят американских солдат и вот тут он этот дюдут обвинения против Трампа и в частности за восторг перед Путиным за восторги перед другими за то что он говорит что мы разрешим Путину втолкнуться в страны НАТО которые не платят за защиту то то есть что это рассуждение Трампа это рассуждение понимаете даже не бизнесмена это рассуждение рейдера практически бандита от бизнеса либо вы платите нам за крышу либо мы им скажем что они могут делать с вами все что угодно это заявление Трампа и вот Байден он его задача была перед Конгрессом подчихнуть противоположность своей программе программе платформе Трампа во множестве ключевых вопросов прежде всего во внутренней политике но он начал в Украине а внутренняя политика понятно будет интересовать американцев гораздо больше чем вопрос Украины которую большинство жителей США ну точно не знает где она находится и Байден говорит о вопросе права то есть традиционные вопросы которые различают демократов и республиканцев причем знаешь я когда-то запомнил у книжки черные лебедь у Талиба есть там такая фраза ты же тоже очень любишь по-моему Талиба да обожаю вот там есть такая фраза что в следующий раз когда прилетят мартиане спросите их пожалуйста почему те которые за жизнь они за ношение оружия а те которые значит это за свободу выбора они против это ношение оружия спросите почему так устроено то есть я думаю что вот эти кардинальные для Америки вопросы между правыми и левыми между демократами и республиканцами они во многом случайно они вот так затвердили если ты демократ ты тут если ты республиканец ты тут условно говоря как мне один демократ объяснил смотри и демократы и республиканцы они против подростковых беременностей но этот республиканцы считают что этот вопрос надо решать пропагандой целомудрия а демократы считают что это нужно просто сексуальным просвещением и раздача позевать а в принципе это два это два две реакции на одну проблему так вот и Байден перечисляет те проблемы которые есть у Америки он говорит аборты ограничения на распространение оружия налоги опять-таки налоговая политика у демократов и республиканцев разная иммиграция отношения с Китаем климатический кризис и другое ну допустим отношения с Китаем и демократы и республиканцы считают что этот Китай во многих во многих вопросах обходит Америка то есть Китай рванул вперед но Байден говорит о том что в отличие от Трампа он не считает Америку деградирующей страной в этой речи он говорит так он не считает что Америка деградировала и уступила лидерские позиции Китая а он верит что США остаются ведущей мировой дежавой я в этом вопросе скорее соглашусь с Байденом но я бы добавил слово пока понятное дело что тут может быть все варианты но пока так и он говорит обращаясь ко всем по поводу того что Америка является лидером ведущей мировой дежавы то есть условно говоря разница между ними она следующая Трамп говорит мы должны заботиться только о себе мы должны закрыться и заниматься собой мы должны заботиться только о себе а остальные если от нас что-то хотят то они это должны платить и так далее и так далее у Байдена позиция мы должны быть ведущим лидером и мы заработаем даже больше если мы будем идти победить других если мы будем определять какие процессы будут идти в мире между нами говоря у Байдена сегодня позиция республиканцев времен Генри Киссинджера то есть мы это понятное дело что тот кто решает какими будут правила игры тот и больше наваривается это оппозиция Байдена а позиция Трампа нет мы деградировали поэтому мы закроем все будем заниматься собой мы видели что даже в эпоху коронавируса закрыться не получилось а это средство борьбы оно произошло взаимодействие взаимодействие германии турции сша и так далее благодаря чему возник файзер и пошли другие эти вакцины а чистое закрытие оно никак никому не помогло в этом в этом отношении но мировая держава это держава которая определяет является в том числе гарантом который многие страны обращаются как гарантом поэтому они готовы привязывать всякие свои вещи к доллару и он и поэтому говорит я хочу сказать одну простую вещь мы не бросим мы не прогнемся я не в речи о Байдене есть очень важная вещь что Байден там заявил о том что конфликт начался с 7 октября с нападения боевиков Хамаса это был самый смертоносный день для еврейского народа со времен Холокоста и Байден пообещал не успокаиваться пока не вернет каждого заложника домой в зале опять-таки присутствовали приглашенные в конгрессе семьи похищенных и освобожденная заложница Меши теперь на Байдена есть очень сильный нажим внутри демократической партии по поводу того что надо связать руки израилем и тем самым спасти население газа что вот арабы страдают и так далее вот Байден своей речи он подчеркнул что арабская сторона Хамас может прекратить страдания паристинского населения в любой момент в любой момент для этого ему им всего-то нужно освободить заложник поэтому когда вот сейчас те кто пишут в комментах по поводу сейчас уже слушая нас те кто будут слушать они в этот момент начинают писать всякие гадости антисемитские нацистские фашистские в комментах и так далее вот господа ваш любимый Хамас он может прекратить страдания палестинцев в любой час просто освободить заложники все больше ничего не нужно после этого Байден позаботится чтобы сковать Израилю руки во всяком случае до выбора а если вы несмотря на это готовы все проклятия Тагистос израиля то я желаю вам чтобы ваша жена ваша дочь ваша мать ваши дети оказались заложниками у террористов ну чтобы вы просто поняли что это такое я думаю что это будет вполне справедливо вернемся к речи товарища Байдена вот и он в том числе рассказывает о том что с его точки зрения как должна заканчиваться эта история а почему это трагично для палестинцев почему и почему нужно нужно раздел и нужны это основательные соглашения на будущее разделение между народами а не очередное перемирие вот если ты хочешь что-то спросить или добавить я добавлю потому что все не так однозначно что неоднозначно дело я могу тебе сказать элементарно вот ты говоришь мне Байден говорит Трамп сказал что Путин может делать все что ему заблагорассудится да Трамп такое сказал но при Трампе Путин не делал все что ему заблагорассудится а при Байдене Путин сделал все что ему заблагорассудится и это факт подожди одну секунду ты говоришь что это позиция Рейдера ну извини я слышал о Трампа ребята Рейдера позиция не Рейгана Рейдера но я слышал о Трампа совсем другое ребята 2% от ВВП вы должны тратить на свою оборону и тогда Меркель прошипела а вы уверены что вы хотите что у Германии чтобы у Германии была сильная армия сейчас вопрос на этот ответ на этот вопрос Меркель я думаю однозначен все хотят чтобы у Германии была сильная армия но тогда это звучало знаешь так во многом то что происходит началось 24 февраля 22 года началось благодаря Трампу именно президент Трамп этот президент который принял решение о выводе американских войск из Афганистана именно президент Трамп это президент который кардинально ослабил НАТО и это тоже чувствовал именно президент Трамп вот после него началась в международной политике другая атмосфера я в данном случае говорю про свое мнение я понимаю что у тебя очень тяжелая ситуация с одной стороны ты поддерживаешь Украину с другой стороны ты ну правый человек то есть по американскому правым левым я требую справедливости мне хочется душить Украину поэтому я понимаю что ты взял дикий цинизм и тех и других меня возмущает дикий цинизм 4 миллиарда 800 которые уже выделены почему сейчас только о них вспомнили так вот поехали дальше супер вторник я просто подожди почему поехали дальше я хочу успеть Гела то есть все не так однозначно я от тебя хочу услышать или однозначно я сказал свое свое мнение я считаю что понятное дело что и у Трампа есть своя правда я пытался попытался представить позицию Байкен я готов на одном из следующих эфиров представить позицию Трамп я вижу перспективу и там и там что касается супер вторника пошли да мы поняли то есть то что мы говорили давным-давно бой будет между двумя мощными стариканами ну один из которых сейчас выступил с агрессивной речью Байден а другой с агрессивными речами выступает постоянно всегда да и Байден кстати коснулся вопроса возраста и он сказал что он начал политическую карьеру в 29 лет избравшись сенатором и тогда его называли слишком молодым в 72 году а теперь его называют слишком старым но он в жизни остается верен американским возраст не играет роли тем более что трамп ненамного его моложе он сказал некоторые мои ровесники имеют другую но то что два старика вышли в конечном итоге это мы по-моему не спец мы говорили что происходит в Америке и республиканцы и демократы они настолько боятся будущего и что этот страх выливается в то что они хотят стариков единственная разница между этими стариками что по поводу Байдена демократы говорят мы не хотим революции всяких потому что республиканцы они хотят основательно переделать ну там в либертарианском духе или в консервативном духе или еще или в религиозном или в христианском они хотят переделать а демократы не не мы не хотим чтобы было так как принято демократы уже переделали и что получается ситуация что именно демократы являются консерваторами они пытаются законсервировать существующий порядок это очень смешная вещь что лагерь который называется консерваторами они хотят революционеры они хотят все переделать а демократы которые типа левые они пытаются законсервировать это недолго сравнительно исторически недолго потому что левый лагерь должен вернуть себе свою революционность но сегодня они не видят каких-то вещей и они говорят давайте тихо поступательное развитие вот их устраивает чтобы был старик а другой старик это старик трамп который говорит так сделаем снова великим то есть величие оно где-то там сзади а сейчас все деградировало и нам надо вернуться назад вернуться назад обычно не получается так же как и прыгнуть значительно вперед потому что получается в бок в какую-то маргиналь вот этот это два в две позиции теперь после супер вторника мы увидели главное событие супер вторника что единственная соперница трампа ники хейли вышла из гонки но это не это не все она вышла из гонки но не поддержала трампа обычно всегда когда остаются двое и один из них проигрывает он говорит я с этого момента поддерживаю кандидата от нашей партии которого партия выбрала но в этом случае экс-губернатор южной каролины и бывшая постпредсша организация объединенных ники хейли она с одной стороны официально объявила но при этом не поддержала единственного оставшегося кандидата и возникает вопрос почему протокол требует от нее поддержки почему же она не поддержала вот ответ на этот вопрос был от штаба хейли ту же ночь когда уже выбрать закончились сегодня в каждом штате есть большой блок республиканцев избирателей республиканцев партии которая выражает глубокую озабоченность по поводу Дональда Трампа то есть вот именно их и представляла хейли тех которые хотят республиканцев но не хотят Трампа но активное большинство внутри республиканской партии оно за Трампа теперь и мы видим что несмотря на победу Трампа некоторые республиканские избиратели они продемонстрировали что они в принципе не очень его хотят но ведь хейли победила допустим Верджиния она получила там голоса в Северной Каролине там были люди которые говорят мы за республиканцев мы готовы были голосовать за республиканцев но мы не хотим голосовать о Трампе то есть Трамп пугает некоторое количество потенциала республиканской партии вопрос будет ли так до дня выборов нет неизвестно на что рассчитывают в данном случае демократы и на что рассчитывают республиканцы республиканцы рассчитывают что демократы там публика настолько устала от Байдена и имеет такие противоречия с Байденом что они не пойдут на выборы ну условно говоря люди настроенные пропалестинские не простят Байдену поддержку Израиля а люди настроенные произраильские не простят Байдену что он недостаточно поддерживает Израиль и хочет создание а еще кто-то просто скажет ну Байден старый я не хочу то есть именно это в этом надежда республиканцев что уменьшится явка демократов а у демократов надежда что вот большой республиканской партии товарищ Трамп он оттолкнет часть избирателей то есть он будет большинство был большинство на праймерис но не будет на большинством среди избирателей Соединенных Штатов ну особенно в Штатах где которые играют решающую роль хочу напомнить я не знаю задумывался ли кто-то или нет с 1988 года то есть уже 36 лет были только одни выборы одни когда республиканцы получили большинство голосов ну реальное большинство не это по выборщикам а вот реальное большинство голосов по стране это выборы 2004 года а на всех остальных они получили меньшинство но из-за вот этот очень сложных американских игр со штатами из-за какие сложные игры просто в каждом штате побеждают конкретных гонят а потом считают уже кто в каких штатах победил что тут сложно нет только за этот век только за этот век дважды в США случались что выборы выиграл кандидат получивший меньшинство голосов менять конституцию соединенных штатов перестает США перестает быть тем кем она есть становится унитарным государством и тогда всегда будет побеждать тот кто берет большинство окей поехали дальше поехали дальше поехали что у нас там было по плану Тарас Шевченко Тарас Шевченко прямо Кавказ или а извините этот Зеленский а что Зеленский президент Украины Владимир Зеленский решил назначить бывшего главнокомандующего вооруженными сил Украины заложного послом Великобритании вот что очень интересно в этом назначении что должность посла в одной из европейских стран заложному предлагали сразу в день когда он просто ну еще до того как его отправили в сахуса главнокомандующего теперь почему он тогда отказался но предполагаю что он отказался именно от европейских стран вот Англию хотел Британию хотел и фактически понятное дело понятна логика Зеленского что он его отправляет за границу для того чтобы тот не мешал ему потому что заложен реальный оппонент реальный конкурент и оставлять его в Украине это ну проблемно теперь вопрос зачем это нужно заложен ведь он согласился сначала тут несколько соображений у заложенного есть две ну несколько вещей которые есть две вещи у него есть популярность среди Украины и у него есть популярность на Западе особенно среди западных политиков популярной среди Украины она не упадет из-за того что он будет работать на Западе наоборот неизвестно что там будет проходить сейчас войной как будет в любой момент могут вернуть снова поставить во главе армии и так далее но для этого нужно вернуть из-за границы а если он остается внутри украины непонятен его статус были от со мной козы барабанщик при роли при этом и он находится в британии и более того ведь обсуждается что вот да есть евросоюз есть своя система свои взаимосвязи тогда но британия может создать свою альтернативность и альтернативная система британии это обсуждалось британия польша балтийские страны украина это могла бы быть достаточно сильная система в том числе вопросов безопасности другой стороны обнимающая его европейский союз двух сторон поэтому британия для украины это ключевой групп гораздо более важной чем все европейские страны и поэтому джонсон на начало на начало войны был ключевым политикам даже не байгана имеются ну а что касается сможет ли он быть посол все-таки он же не профессиональный дипломат а военный я сейчас 1 и скажу учитывать то какие дипломаты есть сегодня украины он точно не испортит ну я скажу так знает но очень многих дипломатов украины ты сказал мягко говоря не релевантную вещь не скажу посол в израиле мне кажется что его где-то в маршрутке нашли был казахстане это ужас который сказал что чем больше мы убьем русских тема это меньше работы будет нашим детям а посол мани посол в израиле это вообще какой-то в израиле я его не знаю потому что посла в израиле но на по поводу посла в грузии тех ребят которые сейчас здесь работают по поводу практически всех дипломатов которые я знаю украины это высочайший профессионал я не знаю кого-то кого-то в магазине плющевых игрушек находишь значит и в этом вопросе у нас тоже мнение расходится у нас мнение об этом вопросе не расходятся ты видел одних я видел совсем других у нас не может роза или клара я говорю роза красивая ты говоришь а клара некрасивая я не спорю с тем что клара некрасивая я ее не видел а клара была красивее чем роза и семьями кларусом я имею ввиду них я имею ввиду других пошли дальше день рождения тараса шевченко 9 марта великий поэт и если советовать что-то читать опять я просто не хочу много времени терять я смотрю сколько у нас времени потратили я стараюсь в этот раз идти быстрее когда-то вот один из классиков сионизма зейджа ботинский он написал очень интересную статью к юбилея шевченко но вообще-то если я посоветую там читать наши вкусные какие-то вещи я очень советую почитать несколько вещей первая вещь конечно это статью ивана тюба о поэме кавказ шевченко она была нависит в журнальном зале и она лучшая может быть из вещей которая там про шевченко написано во вторых это статья все-таки нужен более чем столетней давности владимир евгений шизеева жаботинского написанная по-русски понятное дело о тарасе шевченко и третья спорная книга но заставляющая думать и так далее во многом напоминающая книжку синявка про путина про пушкина вернее прогулки с пушкиным это книжка андрея синявка написано по этой же модели книга олесе бузины курдулак тарас шевченко она заставляет тоже ну будет может будет мозги если хотите прочитайте этих трех авторов дюба роботинский и олесе бузина покойный так вот да да он самый шевченко в книжке статье уже батинска говорите так кстати жабрадинский жабрадинский тоже покойный ну да и дюба покойный и дюба ушел от нас последний за этой троицы шевченко есть национальный поэт пишет жабрадинский и в этом его сила он национальный поэт и в субъективном смысле то есть поэт националист даже со всеми недостатками националиста со взрывами дикой вражды к поляку еврею к другим соседям но еще важнее что он национальный поэт и по своему объективному значению он дал своему народу и всему миру яркое незыблемое доказательство что украинская душа способна к самым высшим полетом самобытного культурного творчества за это его так любят одни и так боятся другие абсолютно точные слова которым очень трудно что-то добавить или убрать от них статья написано в 1911 году и теперь из-за огромного творчества шевченко тут надо сказать что она всегда была и будет приметом таких вот привлеканий причем и в украине самой где он главный национальный поэт потому что есть такое правило что как правило вот первый большой национальный поэт он является главным это вот есть итальянская рекреция вот первый поэт это там все самая большая вершина или а это если возьмем русскую лицетку первый поэт пушку остальное предгорье а у французов вот с французами трудно потому что у них нельзя понять что начало где у них началось в грузии шатару ставили все есть шатару ставили все остальное холмы предгорье и низины да теперь почему так происходит это по принципу который этот есть английском партнере французском русском еврейском и так далее что это вот сначала стрела попала в цель а потом возле нее обвели мишень что именно первый национальный поэт он и указывает как вот где центр литературы это то что произошло с украины с украины и это в этом величие шевченко это в этом во многом проблемность этого есть и который будет поэтому вот готовить к этому эфиру я посмотрел две вещи 1 это что-то из российского эфира который даже россия российские там этот агитаторы и пропагандисты считают что типа начальство перебрала потому что на первом канале это было где показали этот портрет шевченко который хрюкает знаете я думаю что это надо было как-то слишком отличиться а это то с другой стороны лекция бывшего министра культуры мединского который доказывает что вообще-то шевченко чисто русский поэт и после него этот украинский язык убили атаковать шевченко можно читать и понимать все что там написано потому что это не книга личная оговорка а это диалект русского языка вот а вообще прозу вообще писал по-русски что прав повести шевченко написано поэзия на украинском т.д. это опять-таки это не уникальность первый поэт который самый главный национальный поэт он и как правило еще и самый чужой почему самый чужой потому что пушкин самый главный русский национальный поэт который думал на французском языке и который в принципе исходил из французских текстов он создал это силовое поле на русском шатару ставили главный грузинский поэт при этом шатару ставили в начале видели тигры шкури говори что это персидское сказание арабская так далее непонятно что но он говорит не я вот и что там про арабов ждет персидская по моему там этот теперь этот алишер наваи величайший узбекский поэт понятное дело что у него это сон сам перешел на узбекский а до этого писал на персидском и если мы берем его это произведение я прошу прощения где-то узбеки мы читаем величайшую фархад и ширин кто по национальности фархад кто по национальности у алишер наваи ширин армянка а фархад знаешь что по национальности трех раз даю тебе возможность угадать понятия не имею фархад фархад китаец аладдин тоже китаец но так и я блин уже так для зрителей секунду давид для зрителей чтобы как бы святого-то не трогайте сказа расставание царей арабов расставание это арабы 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 окей ну значит я где-то читал что-то кексийский сюжет может это там ну это восточный сюжет это вообще ростовер говорит о том что это царь арабов если мы берем в арабистане происходит он не может сказать что это происходит в грузии ты же понимаешь а если мы берем это данте то данте писал сначала по латыни он просто первым стал он взял этот и итальянский язык приспособил для поэзии и дальше поэзия она выстраивается вокруг божественной комиссии поэтому сам то что шевченко во многом опирается на русский язык в этом нет ничего удивительного и дальше есть это то еще еще разные это вещи но шевченко для кавказской темы он автор поэмы кавказ знаете это поразительная поэма она есть переводе антокольского на перевод этот очень сглажен пытающийся но знаете русская поэзия она весь девятнадцатый век пыталась осмыслить кавказскую тему вине начинал с 18 и везде в делу это русской поэзии чаще всего это было освободительная роль мы пришли на кавказ не завоевывать россияне мы пришли освобождается мы пришли этих диких чурок цивилизовывать мы пришли приводить сюда и так далее кроме того государственные интересы и все остальное и вот это практически полностью и захватывает русскую поэзию и у пушкина но буквально до путешествия в арт-заруме только путешествие арт-зарум он увидев реально жестокость похода паскевича решил не писать лермонтов который был участником боев он во многом уже показывает ее жестокость и и это вот только у тарасов чешевченко в кавказе нет и следа над о том что надо писать про цивилизаторство освободительную роль россии на кавказе этот братство христианских народов там патриотизм русских воинов за пределами россия этот религиозная мести ночью всякие другие фигня которые обычно полонизаторы забивают свои стихи не только в россии но и допустим британия у него страшные стихи которые я очень всем советую тем кто реально интересуется завоеванием кавказом почитать хотя бы в русских переводах опять-таки очень советую статью дюк там за горами тучами повиты засеянных горем кровавые кровавые плиты он пишет о том что на кавказе со времен прометея вот есть жажда свободы а ваш жажда воли и туда приходит россия чтобы отнять у голодной голи все что осталось вплоть до воли потом травить и что там тоже легло в костьми людей муштрованных немало было но слезы и кровь и что этой слез слез и крови было бы достаточно чтобы напоить всех императоров чтобы покупать таки дней всех великих князей все эти великие люди могли бы утонуть не только в пролитой крови но и в слезах вдовы слезах девушек слезах материнских вот и при этом насколько вот пошло и так далее это слава который кричит об этом у шевченко есть главная тема он отталкивает все ведущие темы русской поэзии когда речь идет о кавказе единственное человеческое измерение один критерий это человеческая свобода и человеческая жизнь вас сюда никто не звал отбирать свободу и отбирать человеческие жизни и он куда переходим 8 марта единственное что я бы хотел это сказать что опять таки для еврея очень труден шевченко хотя бы за его антисемитизм это вещь которая не для еврея очень трудно это вот но я думаю что и для поляка то же самое у шевченко есть такая такое место такая книжка прогулки с удовольствием и не без морали это повесть прогулки с удовольствием не без морали вот там шевченко пишет местечко лысянка имеет важное значение в истории малоруссии это родина отца знаменитого зиновия богдана хмельницкого михаила хмеля еще замечательно если верить туземным старикам своей вечерней не хуже сицилийской вечерней который служил здесь ляхом и жидам максим железняк 1768 имеется в виду вырезание полностью вырезание города умыри которые сделали казаки железняк и гонта да если считать все подобные события недостойные памяти человека замечательными с одной стороны как с другой стороны как замечательными каждое село каждый шаг с земли будет замечательным малоруссии особенно по правую сторону днепра в чем другом в этом отношении мои покойные земляки ничуть не уступили любой европейской нации а в 1768 году варал фламеевскую ночь или даже французскую революцию перечеголяли то есть имеется ввиду перечеголяли жестокостью когда он хвалит или наоборот за это дальше идет самое самое жуткое в его тексте одно в чем они разнились от европейцев у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи вот вроде екатерины медичи что допускали нередко у себя западные либералы большего обвинения в адрес украинцев нет кроме этой похвольбы что-то если в европе кровавые события устраивала какая-нибудь екатерина медичи то в украине это дело всего народа ну на самом-то деле мы возьмем сложности отношений евреев и украинцев в чем были причины и начнем разбираться во всем этом не надо именно жестокость со временем кстати я все-таки что со временем когда-нибудь объективной истории вообще совсем совсем сложно это сложно но и от максима железняка подошел к местечку умы где была в основном еврейское население польская шляхта умы не могла если уже ваш не могла защищаться и тогда было решено послать казаков купить у турок оружие казаки выехали из города за присвоили себе деньги и уехали потом оставшийся казацкий отряд во главе с гонтой просто перешел на сторону тех кто нападал на город и оставил не население потом польская шляхта попыталась заговориться с казаками режьте евреи а нас не трогать и тогда вошел железняк и гонта вошли в умань и они сначала действительно резали только евреев и резали женщин детей этот детей насаживали на пике ездили по городу но когда они закончили с евреями агонта запретил хранить он приказывал чтобы его трупы которые разлагаются просто сбрасывать колодцы они вывезли всех поляков потом они вывезли униатов а потом они вывезли православных которых были в городе и вот эти гайдамаки который воспел шевченко и которые восстали против поляков конечном итоге их уничтожили совместными силами совместными силами поляков русских и турок которые тем всем они надоели и разница была только в том что максим железняк был российским подданным его просто избили в штабе поставили подошву лицо а потом отправили ссылку себе им очень сильно повезло а вот гонте повезло гораздо меньше его отдали под либеральное европейское правосудие польская которая приговорила его 14 дням казни первые 10 дней гонте надо было вырезать со спины и гонта должен был сам решать какому из польских офицеров достанется ремень с его спины только на 11 день ему было нужно было врубить руки и только на 14 голову но либеральное европейское правосудие не дождалось окончания просто потому что живой человек смирил и решили рубить ему голову раньше а все остальное дело смертным телом можно у меня у тебя спросить одну вещь а почему ты с таким смаком рассказывал и стал защищать палачей и негодяев более того есть проблема в том что нынешней украине им поставили памятник тот же самый ум они и поставили им памятник за деньги которые они получили от еврейских паломников а еврейские паломники едут бумань потому что один из великих праведников еврейского народа робин ахман из братского сказал что он хочет лежать в умане потому что он хочет лежать там где было место величайшей трагедии жертвами и он приказал похоронить эти памятники гонте и железнику вот если ты это просто сказал так я уже объяснил нашим зрителям я думаю что большинство наших зрителей это тоже как и ты считает все так однозначно я тебе еще раз говорю что весьма проблема в том проблема в том что сейчас я могу с большим смаком рассказывать о том что что творил ага мухаммед хан когда взял тифлис долго рассказывать долго рассказывать если тебе скажут что есть великий иранский поэт который хвалит ага мухаммед хана ты наверное будешь это рассказывать о вернее не все так однозначно не только иранцы виноваты грузины тоже были не цветы и я тебе такого не скажу потому что вот то что сделал ага мухаммед хан тифлиси это был ужас это был геноцид это было циничная трагедия циничное палачество на поколение вперед это не просто насилуем женщин а каждой насилованной женщине режем сухожилия чтобы люди которые пребывают тифлис через 40 лет видели вот эти хромых старух это нельзя нельзя забыть это нельзя прости я не прозабыли но не все так однозначно нет и все так однозначно я тебе не про это говорю я тебе говорю совсем про другое тебе говорю про то что можно конечно же можно конечно же с махом рассказывать обо всем этом можно я бы я не готов был к этому рассказывать просто упомянул так я уже внес ясно для зрителей потому что я думаю что зрители не не очень это хорошо категорически против того что ты сказал что я что-то там оправдал это бред подожди я тут отвечу людям я просто это это мы перенесли сегодня эфире потому что мне этот нужно было помочь здесь группа украинских беженцев которыми клуб ладно ничего ничего замечательно но ты сейчас помог украинским беженцам и однако другому смотреть то что украина должна проработать эти эти вещи это сто процентов это проблема украины это проблема украины а сейчас в украине война очень непонятливая секундочку я и честно говоря я тебе еще раз говорю что в истории вообще всех народов есть очень темные черные да есть есть но сегодня говорить об этом сегодня сейчас извини понимаешь но в конце 18 века грузинные не были палачами иранцы а иранцы были палачами грузин вот и все и вся разница а можно каким-то нюансах и так далее но вот когда речь идет о резне не надо говорить все не так однозначно потому что тут как раз таки все однозначно тут все однозначно можете где я сказал что все не так однозначно проехали поехали дальше и так стихи 8 марта близко-близко дальше у меня есть я тоже пишу стихи меняем пишут достаточно редко у меня есть сборник большой достаточно я его по отдельности издал в интернете почти все это есть она на стихи ру почти все там я собрано в один раздел сборник называется платье девочки вот и я хочу прочитать несколько еще из него когда школьный звонок протрубит отбой и наступит чудесный закат хорошие девы пойдут домой а плохие куда захотят когда время подруги мать и отец про свадебный будут твердить наряд хорошие девы пойдут под венец а плохие куда хотят уж дети на школьный сидят скамье и годы быстрее летят хорошие жены спешат семье а плохие куда захотят и и после уже выходя на круг на жизненном колесе хорошие женщины есть супруг а у плохих все и даже когда закроет глаза смерть душой полетят хорошие девочки на небеса а плохие куда захотят вот но и в этом цикле есть разные вещи большие больше меньше вот одна из них называется не бойся мира не бойся мира не хорони себя пусть жизни мило не стоит сводить ней счеты любви и кто-нибудь будет любить тебя крайнем случае тебя и еще кого-то достаточно моих стихах но они же это же плохие девочки а чуть чуть побольше больше это называется смерти евгения ежовой евгения ежова это жена наркома николая ежова которую он это известно перед смертью прислал коробочки из-под гнома а это статуэтки такой виде гнома он прислал таблетки со снотворным которым она на это было в них договорено что если он поймет что его убивают что все то почерпе таблетки чтоб она приняла таблетки и ушла во сне что с ней произошло а потом когда его будут допрашивать и избивать и то одна из вещей которых от него у него будут интересоваться это ее блядство с кем она ему изменяла и вот я просто представил вот этот один из самых гарких палачей в мировой истории он завершал свою жизнь так что калека избиваемый ногами который должен для своих палачей все время изобретать и потому что он много чего до придумал эти амурные истории своей жены которые и не амурных и непридуманных историй достаточно в частности известно что она была о любом ну а по результату этого дела это было уже сейчас отделить что там правда нету статуэтки из-под гнома он прислал жене таблетки и подарок от наркома означал давно пора женька стоит торопиться уснешь тебе приснится не допросы не темницы а любимый ведь важнее его на свете рыбкой вырваться из сети верь прикрыв покинув клетки от шумевшего салона погасив забытый свет свои потери позабыть свою влюбленность наглотаться люминалу оставшегося мужа что пожертвовал супругой давай на заклание что в судьбу переиграть хорош повяжут туго будут в камерах выворачивать наружу показания признания на допросы выбивать и ушла и улыбкой он признается под пыткой в разложении моральным и она же это так и дирать и и блядь и что впечатляться но особенно детально пытки прытки и нахальный про другое с хочет знать как он жил с такую курвой и кому она давала брат твой списочек амурный да почище криминала и великого террора вопрошавших занимала твоя жизнь среди позора свете разврата и развала красной пошлости и вздора и ежова били отдых чтобы рассказал твой коля как ты поднималась номер шолохову как там было как ты отдалась кольцову как ты чкалова любила что случилось сотта шмидтом еще добавил столько он в усердии побитым с кем ты ездила на отдых кто тебя имел на даче умирающий коллег избиваемый ногами добавлял еще в придаче самых разных человеком длинный перечень измен и посмертно оказалось лучшие мужчины века были между твоих колен но ты это не узнала и ушла царицей балов дверь прикрыв покинув залу отшумевшего салона погасив забытый свет позабывший улыбаясь и потери и влюбленность наглотавшись люминала ты ушла в отсвете лет ведь важнее всего на свете вовремя покинуть клетки рыбкой вырваться из сети не уйти вильнув хвостом ты лежишь своей могиле рядом же с тобой зарыли мужа бабеля кольцова еще того другого яме общей на донску но имеете ввиду донское кладбище но и последним ну я там есть я этот подписанные стихи то есть кому-то конкретно посвященным это стихи посвященные азербайджанская писательница рене из баши когда-то еще в эпоху же мне понравились ее рассказы она к сожалению последние годы ничего не пишет вот я и знал только по живому журналу а впервые увидел живем так в прошлом году а стихи ну написаны по моему 12 лет назад и тактики рене из баши единственное что что я это сделаю примечание создам это без голоса это девичья башня наименование памятника который есть в этот баку и так ночной баку и розовая мгла бессонница и блогерские шашлы над каспием торчащая игла настроенный бакинской телебашни стаканчик фигурных красный чай остывший сверху и горячий снизу как девушка что может незначай податься прихотливому капризу из башенских рассказов про любовь благоухание свежей женской прозы нельзя бояться острия шипов когда слива срывать его желаешь розы на лепестках роса внец красы но штурмом не взять без голоса хорошо что были последние стихи а то я уже собирался обвинить тебя в этом самом мизантропии мизантроп то высшие пробы конечно но последние стихи хорошо а смотри есть вопросы ну давай быстренько пройдем потому что правда мало времени я как-то забыл про шалам алейхам батону давид назовите пожалуйста 5 ваших любимых фильмов почему 5 я не понял за сан стиман спрашивает когда я написал первую в своей жизни рецензию на фильм я написал что ничего более сильного чем этот фильм не видел рецензия была когда фильм вышел во время перестройки понятно как он фильм идет речь маленькая вера фильм покаяние вот ничего более сильного чем фильм покаяние это написал я не видел тангиза блата я до сих пор так считаю поэтому первом месте тангиза блата покаяния на втором месте крестный отец причем оба фильмы крестный отец 1 крестный отец 2 3 не не очень гораздо уступает а крестный отец 1 это просто мне кажется на третьем месте я бы поставил побег из шоушенка сильнейший фильм из фильмов которые я этот смотрю смотрел шаем это шестое чувство шая очень нравится фильмы о жизни после смерти переселение душ и так далее вот шестое чувство это один из нас наших любимых фильмов но из моего детства это фильм профессионал за бельмондо обожаю ну здесь у меня не спрашивали на просто думал пойдет ли в список мой любимый фильм не вошел бенгур у меня самый любимый фильм какой бенгур значит туркандемир спрашивает если бы израиль восстановил был восстановлен не на исторической родине об африке или южной америке где и планировали там была бы своя хамас значит отвечаю никто не планировал устраивать израиль в южной америке или в африке евреи 2000 лет каждый год за пасхальным столом говорят следующем году в иерусалиме следующем году в иерусалиме поэтому если что то это именно теперь один из классиков сионизма автор книги еврейское государство или некоторым силам пришлось бы их создать то есть это евреи сами создают себе врагов нет некоторым силам это не не но так вот он просто видят тяжелейшую проблему которая возникла у евреев восточной европы в связи с демографическим взрывом если вы хотите хотите можно пройти герцога тот герцог написал книгу и он этот написал в этой книге что единственным решением еврейского вопроса может быть создание еврейского государства в принципе он говорил что мы готовы ну этот создавать его где угодно хотя палестина предпочтительный написал где угодно кроме египта в египте мы уже были так вот это он написал палестина предпочтительный но палестина в этот момент находится под турками и английское правительство английское правительство и во время переговоров давид давид извини я тебя сейчас прерываю потому что сейчас ты начнешь рассказывать эту очень коротко очень коротко предложила взять уганду и когда он предложил на сианинском конгрессе то европейские евреи западной европы они принципе на него согласились а вот русская делегация делегация российской империи по главе с вейсманом встала и вышла из зала и но поскольку ехать на новую землю это в принципе имелись ввиду только евреи российской империи и никакие другие вот артур кеслер пошутил что сионизм это когда один еврей уговорит другого еврея дать деньги для того чтобы перевести третьего еврея палестину вот этот третий еврей это был как правило еврей российской империи и согласиться с тем что это может быть только палестине евреи российской империи четко заявили никакого другого места не может быть только эра цисраэль земля израиль традиционный вопрос без которого не обходится ни один наш эфир на вопросу тарахин вы согласны признать независимость палестину я согласен признать дальше идет вопрос согласны ли с этим палестинцы и готовы ли палестинцы ограничиться своим своим государством они пытаться уничтожить израиль потому что до сегодняшнего дня палестинских национальных движениях сожалению желание убивать евреев гораздо больше чем желание иметь собственно и а за справа вопроса дозы что предлагают те кто считает что и доверху делает что-то не то ведь по логике вещей и без произошло до падения это не персональная ответственность из и это персонально ответственность что не доеху как мне видится из генерал и прочее у кого есть соответствующая компетенция да пожалуйста на днях опубликованных из одном позавчера опубликовано решение комиссии по трагедии на горе мировом тогда там давки погибло более 40 человек и создана государственная комиссия по расследованию которая это должна была решить кто кто виноват она не встречает возложена персональная ответственность потому что в течение 12 лет пример станут небо с 2009 по 21 год а в канцелярии премьер-министры ежегодно подавались доклады о том что там аварийная ситуация и рано или поздно это закончится давкой и смертью огромного количества людей но это не она не предпринимал а вот в этом двадцать первом году когда это произошло май двадцать первого года это было решено что они не будут давать ограничения это даже был к вид и сколько хотят столько идут так вот министра полиции это главный комиссар полиции и премьер-министры было решено комиссии по расследованию несут персональную ответственность но тут вопрос о ответственности а приближенные на таньягу сказали что они с комиссии не отменисты не согласны вот когда-то этот голдемейр который не упомянули в этом расследовать к трагедии судно дня она ушла в отставку а министр обороны которые от него возложились персональной ответственности машина я ушел но тогда были люди у которых было понятие очистить у меня именно таньягу нет понятия очистить спасибо большое спасибо за интересную беседу мы уже перешли за черту полтора часа последнее что сказать люди которые находятся в израиле и зрители нашим нашей программы я прошу вас 10 марта воскресенье будет второй круг муниципальных выборов в нескольких городах израиля обязательно сходить проголосовать просто это важно а если это вы хотите узнать что мне важно в городе хайфа проголосовать и медицина большое спасибо дорогие друзья что были сегодня с нами большое спасибо давид за интересную беседу всего доброго и до новых встреч